Видео ООН, здравствуйте! С вами Анастасия Витязева и вы смотрите программу «Северный колорит». Здесь мы рассказываем о жизни коренных народов Ямала, а также обо всем, что связано с Севером. Завершилась 18-я международная выставка-ярмарка «Сокровище Севера». Представитель коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов продемонстрировали самообытность культур коренных этносов. Подробнее о празднике расскажет Лариса Акатета. Московский выставочный павильон ВДНХ очередной раз открыл двери для международной выставки-ярмарки «Сокровище Севера. Мастера и художники России-2023». Традиционно представили уличную экспозицию ольневоческое стойбище. Жилища кочевых народов Севера России могли посетить не только москвичи, но и гости нашей столицы. Для коренных ямальцев, югорцев и таймырцев чум – традиционное жилище, а народы республики Тыва живут в Йорке. Тут же рядом была установлена сцена, на которой для гостей выставки постоянно выступали артисты фестиваля «Кочевья Севера» из 25 регионов России. За все эти годы он превратился из чисто культурного такого мероприятия, где обычно бывают выставления культуры, танцы, песни, фольклоры, выставки. То с годами он стал по-настоящему форуму и международным форумом. В рамках выставки-ярмарки прошли деловые встречи, конференции, семинары и круглые столы по темам, волнующим малочисленные коренные народы. Это прекрасная площадка для обсуждения важных вопросов, направления образования, развития и популяризации среди молодого поколения и возможность привлечения новых технологий для сохранения как письменной, так и устной культуры народов Севера. Здесь же прошло заседание Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации. Один из вопросов, это очень важный на сегодняшний день, это одобрение региональных законов по развитию арктического диктажа. Потом по развитию науки в Арктике, реализации стандартов социальной ответственности бизнеса. Три таких основных вопроса, которые сегодня реализуются, находятся в повестке реализации на территории Арктики. На выставке можно было увидеть национальные и художественные промыслы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, авторские работы мастеров и художников России. Для посетителей выставки проводились различные мастер-классы. Вот моя работа, ну, две работы, это у нас как по музейным восстанавливала. Раньше были у нас такие, это из шкуры, рыбьей шкуры и ровдуга. Наши мастерицы, ну, когда вот, например, девушка выходит замуж, уходит в другой род, и в матери им шили, вот, типа, приданного. И им вот, это для рукоделия ножик специальный был, а это вот земля, которой она родилась. В рамках выставки-ярмарки прошел фестиваль этнического костюма народов Севера «Полярный стиль». На суд жюри представили свои работы народные умельцы в разных номинациях. Это и зимняя, и летняя одежда, детские костюмы, наряды для концертов, стилизованные модели. Одежда, обувь, головные уборы радовали класс. Были представлены и современные деловые костюмы, и наряды для молодежи. Каждый молодой человек хочет показать свою индивидуальность, поэтому Игорь Яндо придумал для них свою коллекцию. Где-то около двух месяцев назад моя супруга участвовала в конкурсе педагогического мастерства, и у нее был образ этнопедагога. И к этому образу мы решили подготовиться и отшили две блузки и одну жилетку. После того, как конкурс прошел, стали звонить нам с Тазовского района, с администрацией, и просить как раз поучаствовать в мероприятии такого формата. На тот момент у меня было готово буквально всего три модели. И надо было на скорую руку придумать какие-то еще образы, которые можно выполнить непосредственно в Москве. Самый, наверное, для меня интересный и простой вариант – это работать с толстовками. Поэтому вот была сделана такая коллекция буквально за два дня. В праздничный день проходили конкурсы «Национальное жилище северян-кочевников» и «Национальная кухня народов Севера». Посетители выставки «Ярмарки» смогли отведать национальные блюда, приготовленные под традиционным рецептом. Каждый конкурсант рассказывал о составе блюд. Чтобы презентовать национальную кухню красиво, участники исполняли песни своего края. Песня «Национальная кухня народов Севера» На выставке мастера демонстрировали и продвигали свою продукцию. Это орудия охотничьего промысла, рыболовства, оленеводства. Многие общины представили дары тайги и тундры, а также сувенирную продукцию. И мы сейчас, народы коренные, которые питаемся не той пищей, к сожалению, начинаем болеть. Достаточно маленького кусочка мяса для того, чтобы восполнить все витамины для нашего организма. Попробуйте, пожалуйста. Спасибо. В уличных палатках москвичи могли попробовать и купить экологически чистую продукцию общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. О чуме таймырцев предлагали посетителям сагудай. Сагудай – это свежепойменная рыба, которую трепещет, порезали, мы все понимаем. Вот это в нашем понимании коренных народов сагудай. Ну а поскольку идет смешение народов, наши любимые, дорогие славяне пришли на север и начали готовить рыбу. Они не могут есть без перца, без лука. И как бы они его назвали сагудай. Ямал в этом году не делал отдельную площадку для участия и выставки ярмарки. Свою экспозицию представил Тазовский район, где умельцы проводили мастер-классы, выставили на показ рисунки ниньского художника Игоря Худи. Но несмотря на это, наш регион привез несколько работ мастеров из разных уголков нашего округа, которые были отмечены наградами. В этом году 70 участников было на мероприятии «Сокровище Севера». Из них первое место более 10 участников по различным номинациям. Самое основное, где мы всегда первое место занимаем, это лучшая национальная одежда «Мех». В этом году выиграла Худи Надежда из поселка Сереха. Затем Тазовский район у нас, Татьяна Хоколевна, также первое место. Затем участники заняли еще мастера по резьбе и кости, сотрудники окружного дома ремесел. Пять дней работал форум для того, чтобы малые народы могли показать и Москве, и гостям столицы многообразие нашей России. В этом году на выставке-ярмарке «Сокровище Севера» отметили гран-при два региона. Это Югра и Ленинградская область. А Сахалин занял первое место. Их мастера представили экспозицию, отражающую жизнь, быт и народное творчество коренных жителей края. Такие мероприятия важны тем, что дает живое общение между народами большой страны. Так налаживаются контакты между регионами. В рамках данной выставки проходили различные конкурсы, о которых расскажем более подробно в следующий раз. Друзья, а вы знаете, как из лиственницы сделать транспортное средство, а из куска меха – теплую обувь? А вот я знаю. Точнее, я знаю людей, которые с этим с легкостью справятся. Для этого нам нужно отправиться в село Беоярск. Сейчас еще холодно. Основательно за нарты возьмусь, когда световой день станет длиннее. В холодные дни работать невозможно. В холода только материал для будущей нарты можно заготовить. Удобно на лямпах ходить в лес. Оленеводы после переезда в поселок сталкиваются с новой непривычной для себя жизнью. Вот и нашим героям в семье Филипповых больше не нужно вставать рано утром, ехать коленям, собирать чум, отправляться в новое кочевье. Привычка постоянно быть за делом не дает им покоя. А что оленеводы делают помимо кочевьям и поездок в стадо? Конечно, мастерят. Вот и нашим героям старинные ремесла дают радость сердцу. В поселке сложно найти хороший материал. В чуме во время кочевья на берегах рек растут красивые деревья. Здесь лес мелкий и деревья в сучках. А вот возле рек растут стройные и красивые деревья. Нарты мы делаем только из крепкой лиственницы. Другие деревья легко ломаются. В первый год после переезда в поселок я шила для мужа, но сейчас хватает прежней одежды. В чуме мы летом выделывали шкуры и камус, шили только необходимые в данный момент вещи. Основательно за шитье брались осенью, во время забойной кампании оленей. Если нарту делать целыми днями, можно управиться за неделю. Некоторые могут поставить нарту за три дня, если, конечно, срочно нужна. А мне некуда торопиться. Грузовую нарту можно месяц делать. Вот уже 11 лет Елена Васильевна и Данил Филиппович живут в поселке Белоярск. Это был не их выбор. Так распорядилась судьба. Нарты с чумом и с меховой одеждой подрал медведь. Вещи испортились. Пришлось переехать в Белоярск, где учились их дети и жили родители. Сейчас намного легче мастерить. Раньше даже колуном не пользовались. Хорошее дерево легко расколоть и топором. Сейчас мастерю, когда у кого-то сломается нарта или поступает заказ на новое изделие. Раньше в чуме летом мы жили с костром. Осенью из-за плохой погоды в чуме становилось дымно, а дым съедает глаза. Глаза из-за дыма слезились и отекали. Оказывается, дым ухудшает зрение. Летом уходили в тундру, где не было дров. На некоторых стоянках даже карликовая береза не росла. Порой приходилось везти ее с собой, чтобы чай после кочевья сварить. У нас были болотистые места. Все мужчины в тундре умеют делать нарты? Думаю, что не все. Но все же каждый сможет сделать нарту, исходя из своих навыков. Своё изделие мастер всегда узнает. В прошлом году сделал грузовую нарту утыча. Потом увидел нарты с жердями, которые выдают с программой «Чумовой капитал». Решил поближе посмотреть на жерди. Нарта оказалась моей. У меня эту нарту выкупили. Потом я ее нашел. Женщинам нельзя носить в качестве подошвы шкуру с олба. Ее только мужчины носят. Женщинам можно вставить в подошву камус или четки. В старину нам говорили, что такую обувь женщинам носить нельзя. Только пожилым женщинам разрешалось шкуру с олба пришивать к обуви. Нарта – лучший транспорт. Он не застрянет нигде. Конечно, снегоход быстрее. Если он застрянет или сломается, останешься без транспорта. Многие оказывались в такой беде. Если потеряешься и бензин закончится, опять же без транспорта останешься. Человек с упряжкой в такой ситуации никогда не окажется. Если сломается нарта, можно на шкуре доехать. Чите Филипповых после вынужденного переезда в село Белоярск до пенсии нужно было отработать еще не один год. Вчерашним оленеводам пришлось учиться новым профессиям. Елена Васильевна уже много лет работает на местном алкозаводе. Данил Филиппович устроился на звероферму, но из-за маленькой зарплаты оставил работу. Теперь он трудится на дому, делает нарты и плетет арканы для оленеводов. Сколько сейчас стоит нарта? У всех цены разные. Мужскую нарту видел за 30 тысяч. Многие думают, что нарту сделать легко. Не каждое дерево в лесу подойдет для работы. Приходится по сугробам ходить и искать хорошую лиственницу. Потом на лыжах вывозить ее. Для нас и эта цена хороша, ведь не мы ее назначаем. Семья Филипповых очень любит свою культуру и оленеводческую жизнь. Я не просила для съемок надевать национальную одежду. В ней они меня встретили. Данил Филиппович делает нарты только в малице и теплых тоборах. Елена Васильевна на работу ходит не в национальной одежде, но при первой возможности надевает любимый сарафан. А возле села стоит чум, в котором семья Филипповых проводит все праздники и выходные. Свой день рождения отметила яркая представительница ненецкого народа. Известная писательница и общественный деятель Нина Николаевна Ядни. Она живет в Надыме, но часто посещает окружную столицу, где проводит творческие встречи. Одна из таких встреч состоялась в детском саду «Светлячок». Нина Николаевна Ядни – одна из самых популярных и востребованных писателей Ямала. Ее книги и фотоальбомы рассказывают о жизни коренных народов Севера, раскрывают судьбы рыбаков, охотников, оленеводов. Сама она родом из Стазовского района, родилась в семье оленеводов. Воспитывалась в интернате, была учителем, депутатом, играла в телешоу «Поле чудес». Слушать писателя – одно удовольствие. Семья оленевода многодетная была. У нас были всегда олени. И с самого рождения, и до того, как я уехала в город, пока не стала родителем, мы все родственники оленеводы. Нина Николаевна пишет рассказы, повести, сказки. Она принесла с собой несколько книг. В детских садах дети часто знакомят с культурой малых народов, рассказывают и о писателях. Но эта живая встреча с автором многих книг останется в детской памяти надолго. Вот эта книга завоевала литературную премию губернатора Янау. Вот ее год назад мне вручили. В общем, очень большая премия, престижная. Тут я как раз пишу, как город Надым мы с Леонидом Васильевским назвали. Городом Надым. Хотя там всего было три дома. Со слов Нины Николаевны писать она начала довольно поздно. Славу Нинницкому писателю принесли произведения «Я родами стундры», «Древо жизни», «Подарок судьбы». А еще исторические фотоальбомы, запечатлевшие жизнь с кочевников. На встрече дети и воспитатели задавали гостю вопросы. Как вы сказали сочинения? А рассказки я не сочиняю, а то, что мне рассказали бабушки и дедушки. Детям, я думаю, что очень понравилось. И мы надеемся, у нас еще есть клуб словесного творчества, где дети даже сочиняют сказки, небылицы какие-то. И мы Нину Николаевну тоже зовем к себе, чтобы мы поучаствовали в таком небольшом проекте, чтобы она нам тоже помогла создать свои какие-то легенды, сказки. То есть, чтобы она детей нас направила в определенное русло. Встреча длилась недолго. В завершение Нине Николаевне вручили памятные подарки. Дети с удовольствием фотографировались и обнимали писателя, которая за короткое время смогла раскрыть себя, свое творчество и прониклась любовью. Спасибо большое за эту встречу организованной. Спасибо. Примите, пожалуйста, вот эти книги. Это по мне, уже пятая книга по мне, раз я автор. А это моя последняя книга, которая литературно про имя губернатора. Удивила, прежде всего, чудесная встреча, когда меня встретили с морожкой. То есть, люди читают, знают, оказывается, что я люблю морожку. И что морожка у меня, это адрес моей электронной почты, 20 лет. И уже, и даже книга написана про меня. Называется «Вкус маранги», «Вкус морожки». Мне тут понравились люди, какие приветливые, добрые, умные, образованные. Они читают, они знают. И дети мне понравились, они тоже очень много уже понимают. Вот, и вопросики задавали. Некоторые мечтают писать сказки тоже. Если я броню в каком-нибудь зале, кому-то в душу что-то такое, что, может, человек потом встанет писать, то это для меня большое дело. Заведующая и воспитатели детского сада «Светлячок» по традиции напоили знаменитого гостя вкусным чаем с северной морожкой, которую Нина Николаевна обожает. Я считаю, что у нас сегодня прямо была уникальная такая возможность вживую увидеть легенду Ямала, познакомиться с ней, послушать интересные рассказы о ее жизни, об истории, как все начиналось. Мы очень рады. Мне кажется, для наших детей было очень интересно и полезно эта информация. Через занятия, через мероприятия мы всегда стараемся подчеркнуть наш региональный компонент, то, что мы живем на Ямале, и дети много об этом знают. Эта встреча для Нины Николаевны была не единственной. После общения с детьми ее пригласили в музей имени Юрия Неелова. Там ее ждали старожилы города и председатель совета Татьяна Гостюхина. Давние друзья вместе обсудили злободневные вопросы, составили планы по работе, поговорили о творчестве и душевно пообщались. Поездка в окружной центр для Нины Николаевны Ядни была плодотворной и полезной.